В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортер телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Учителя учатся. Педагоги рязанских школ сдадут экзамены, чтобы выяснить свой уровень грамотности. Секретное место. Съемочная группа телекомпании «Город» побывала в убежище, предназначенном для защиты людей. Мораль сей басни такова. В Рязани проходит международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». По всей России продолжает появляться ложная информация о заложенных бомбах в местах массового скопления людей. Из-за анонимных звонков о заложенных бомбах 11 и 12 сентября эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания по всей стране. В некоторых городах власти говорят о том, что эти ситуации связаны с запланированными учениями. В других подтверждают, что никаких учений нет и эвакуации проходят предельно серьезно. Рязань также оказалась в эпицентре происшествия. Ранее вечером 10 сентября люди были эвакуированы из всех торговых центров города, где расположены кинотеатры, поскольку в полицию поступил звонок о том, что бомба заложена в одном из кинотеатров. Также эвакуации происходили в Омске, Владивостоке, Перми, Екатеринбурге, Красноярске и многих других городах. Обращаем внимание жителей Рязани на происходящие события и призываем к предельной внимательности, а также к организованности в случае появления информации об опасности. С экзамена начнется учебный год для школьных учителей. Пройти задания и узнать свой уровень подготовки предлагают не школьникам, а их преподавателям. В этом году экзамен добровольный, участие в эксперименте примут и рязанские педагоги. Осенью этого года в 15 регионах пройдет апробация новой модели оценки знаний и умений учителей русского языка и математики. В Роспотребнадзоре рассказывают, что в апробации примут участие 300 школ и не менее 4000 педагогов по всей стране. Почему именно эти предметы, коли они самые важные и ЕГЭ по ним обязательный? Действительно, учитель – это такая профессия, что экзамен приходится сдавать постоянно. Каждый день, приходя в класс и давая уроки, учитель уже сдает экзамен. В этом учебном году у наших учителей есть возможность поучаствовать в новом проекте аттестации учителей. Следует отметить, что аттестация для учителей Рязанской области процедура не новая. Она была всегда, формы ее проведения только лишь изменялись несколько и совершенствовались. Рособранадзор планирует подготовить рекомендации для институтов повышения квалификации учителей и по-новому проводить аттестацию. Правда, кто, когда и как проверял знания самих работников институтов повышения квалификации, неизвестно. Те материалы, которые будут использованы для проверки знаний, они разрабатывались Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена, который находится в Санкт-Петербурге. Они с собой представляют эти материалы. Опросник специальный, диагностическую работу. Но и следует отметить, что в рамках процедуры аттестации, вот этой апробации, будут проходить и несколько уроков, которые будут записываться на видеозапись. А что думают обо всем этом учителя школ, ректоры вузов и другие эксперты? Каждый педагог раз в три года и так проходит повышение квалификации. Проверки тетрадей, подготовка к ЕГЭ, сумасшедшие нагрузки. Каждый день. А тут еще и экзамен. Да еще и тем учителям, что загружено больше других предметников. Чиновники объясняют это так. Самые главные предметы – это все-таки русский и математика. Это те предметы, которые наши учащиеся выбирают для того, чтобы сдавать. И они являются обязательными. Эти предметы при сдаче единого государственного экзамена. Со временем процедуру добавят и для преподавателей других предметов. Личные результаты будут конфиденциальны. Посмотреть свой результат сможет только конкретный учитель в личном кабинете. Органам управления образования необходима только общая информация о уровне подготовленности преподавателей в регионах. Те результаты, которые будут получены в рамках этого проекта, они в основном будут использоваться региональными органами образования, федеральными органами образования для того, чтобы проанализировать результаты учителей и повышение квалификации, дальнейшее их направить, так сказать, в нужное русло и иметь возможность адресно повышать квалификацию каждому учителю. То есть именно то, что нужно конкретному учителю математики, конкретному учителю русского языка. Рособранадзор сейчас работает над тестовыми материалами. 200 учителей математики, 200 учителей русского в Рязанской области примут участие в эксперименте уже в конце сентября. Сейчас есть возможность сделать выбор, идти или не идти на экзамен. Но вполне возможно, в скором времени в 7000 учителей русского и более чем 700 учителям математики нашего региона придется проходить подобное тестирование. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Помимо гранита науки, школьники также едят и обычную пищу. К тому же от правильного питания зависит и умственная деятельность. Как организовано питание в школах в этом году смотрите в следующем сюжете. Сесть! Ступи прямо в пищу. Учеба учебой, а обед по расписанию. Вкусный суп, а на второе солянка с котлетами. Такой обед у учеников школы-интерната номер два. Все подобрано так, чтобы юные воспитанники выросли настоящими мужчинами. Пятиразовое бесплатное питание. Готовят повара в нашей столовой сами. Согласно десятидневному меню. Все вкусно, стараемся как по домашнему. Конечно же, в столовой питаются не только юноши. В школе-интернате обучаются как мальчики, так и девочки. В этом году в столовой прошел капитальный ремонт. И теперь здесь могут одновременно принимать пищу почти 300 человек. Школа-интернат номер два – не единственное место в Рязани, еда в котором и сытная, и полезная. По данным Управления образования и молодежной политики администрации города, обеспечение учащихся горячим питанием в прошлом году составило чуть больше 70%. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. В этом году охват горячим питанием в школах города Рязани составляет 100%. Это все 68 школ охвачены горячим питанием. 50 из них осуществляют питание и приготовление питания собственными силами. И 18 школ реализуют через буфет горячую продукцию. Меню разрабатывается предприятием детское питание и утверждается управлением Роспотребнадзора по Рязанской области. Школьные столовые нескольких учебных заведений города также были отремонтированы. Другие – просто переоборудованы. Школьные столовые были переоборудованы относительно недавно, где-то пять лет назад. Там были поставлены параконвектоматы, то есть все блюда готовятся на пару, ничего жареного детям не попадает, так как им в принципе это вредно для их здоровья. Там установлены холодильные камеры, новые плиты, на которых повара готовят. Еда для подрастающего поколения не сразу попадает на стол. Ей предстоит пройти несколько проверок. Контроль качества питания школьников осуществляется в соответствии с приказом управления образования. Проходит он под присмотром внутрешкольных комиссий, с привлечением родителей, педагогов, представителей органов ученического самоуправления и ответственного за организацию питания. Оцениваются продукты уже на этапе их приема. Смотрят на все – цвет, вкус и многое другое. Второй этап – это уже приготовленные блюда. У нас есть технолог в штате, который еженедельно ездит по школам и отслеживает качество приготовленной продукции уже непосредственно в школьных столовых. Берет отбор проб и делает какие-то выводы, возможные замечания. Организация горячего питания школьников включает в себя также обеспечение бесплатным питанием льготных категорий учащихся. Сейчас эта цифра составляет почти 20% от общего количества учеников города. Обед у всех один – сытный и вкусный. В рацион, значит, в среднем у нас ходят каши, значит, ходят омлет. Вот у нас сегодня на завтрак омлет был с колбасой, значит, суп гороховый на обед, грудки тушеные с макаронами, компоты свежих яблок и хлеб. В 2016 году был реализован пилотный федеральный проект под названием «Разговор о правильном питании». Коснулся он 11 школ города. В рамках проекта учащимся преподают основы культурного питания, как составляющие здорового образа жизни. В текущем году программа введена во все муниципальные образовательные учреждения города. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В связи с событиями, которые разворачиваются в мире – войны, теракты, наводнения – все больше россияне задумываются о собственной безопасности. Стоит сказать, что государство предпринимает меры для ее обеспечения. Так, 2017 год объявлен Годом гражданской обороны в МЧС России. И не только учением, но и проверке стратегически важных объектов сейчас уделяется большое внимание. Звук, который пробирает до мурашек. Услышав такой, нужно тут же бежать в одно из убежищ, которые расположены в нашем городе. Здесь вы будете защищены от всех угроз. Вход в убежище оборудован несколькими дверьми, которые имеют достаточную толщину, чтобы защитить укрывающихся от воздействия радиации и высокого давления. После того, как человек попадает в убежище, он тут же становится укрываемым. В зависимости от вида угрозы входные двери могут быть закрыты или открыты. Здесь может собираться до нескольких тысяч человек. В зависимости от высоты помещений предусматриваются двух- или трехъярусные нары. Значит, в нашем случае представлены трехъярусные нары для укрываемых. Рядом с местом для укрываемых есть пункт раздачи питьевой воды. В данном помещении у нас расположены запасы воды для укрываемых, которые создаются из расчета 2 литра на человека в сутки. Вода постоянно хлорируется, а раз в полгода ее полностью очищают. В убежище все создано для защиты укрываемых. Для обеспечения укрываемых средств индивидуальной защиты предусмотрено помещение, где содержатся противогазы, которые будут выдаваться при занятии в убежище. В каждом ящике находится достаточное количество противогазов, которые включают в себя сумку, шлем-маску и коробку. В убежище также есть электричество. Электроснабжение убежищ обеспечивается как от внешних источников, так и наличием резервных источников электроэнергии. При нарушении внешнего электроснабжения запускается резервный источник питания. Могу продемонстрировать. Без свежего воздуха люди также не останутся. Сейчас мы находимся в фильтре вентиляционной установки. Основным элементом является фильтропоглотители, которые позволяют обеспечивать укрываемых чистым воздухом. Это так называемые легкие бомбоубежища. Включаются они простым нажатием кнопки. Здесь есть и медицинский пункт для оказания помощи, а также простые удобства, такие как умывальники и туалеты. Мозговой центр убежища – это пункт управления. Пункт управления убежища обеспечивает связь непосредственно с руководством предприятия. Также здесь на пункте управления имеется система радиовещания, которая позволяет связаться со всеми подразделениями предприятия. Входов и выходов из убежища несколько. В случае, если основные выходы оказались завалены, всегда есть запасной. Откуда человек сможет прямиком попасть на свежий воздух? Это единственный выход, который выведет человека на свежий воздух. Все остальные – подземные. И в нужный момент укрываемый легко сможет покинуть убежище. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ремонтные работы на Лыбецком бульваре кипят вовсю, и планы у заказчиков грандиозные. По задумке, вся территория бульвара будет вымощена тротуарным камнем, на котором, в свою очередь, будут располагаться скульптуры. С автором этих работ пообщалась Галина Ершова. Нарния и Скандинавия в Рязанском поселке. Дом Олега Седова действительно поражает воображение. При входе гостей встречают бронзовые единороги и пумы, а глубина сада скрывает изящные фонтаны. 48 лет мастер занимается лепкой. За это время он создал тысячи неповторимых скульптур. Одной из последних стал великий клоун Олег Попов. Его изображение осенью украсит Лыбецкий бульвар. Увидит разноцветную кепку, увидит костюм разноцветный. Ну, не то, что совсем будет разноцветный. Нет, это не как раскрашивается, допустим, там какая-то скульптура. Нет, она будет в довольно спокойных таких тонах, да. Но все равно цвет будет обязательно. То есть, я хочу попробовать в этот раз белый цвет внести в скульптуру. Никогда не делал. Хочу, думаю, получится, будет неплохо. Работа кипит с апреля. Олег Седов создал десятки эскизов и сменил несколько концепций. Ведь изначально перед зданием цирка должна была развернуться сцена из сказки «Золушка». Однако похожую скульптуру планируют установить у театра юного зрителя. Украшать Лыбецкий бульвар доверили слонятам и медведю. Статую клоуна начали изготавливать две недели назад. С помощью масштабной линейки скульптор переносит пропорции с маленькой фигурки на полномасштабную модель. Высота 10 будет, да, от единиц. Здесь высота шляпы. И вот точно так же, если мы посмотрим с вами сюда, вот у нас линеечка такая, да. Вот мы ее выставляем сюда, прикрепляем. Но это только одна позиция. Вот она. И на уровне 10-й отметочки у нас получается с вами как раз вот эта высота вот этого нашего сооружения. И так вот делается все. Вот, например, плечо. И это нужно для того, чтобы каркас у нас нигде не вылез из глины. Однако это только половина работы. Сейчас скульптуру вылепили из глины. Затем создадут мелкую текстуру. Далее по ней сделают форму и отольют готовые фрагменты. Внешне Олег Попов, как и другие работы мастера, будет выглядеть монументально. Однако это лишь иллюзия, созданная умелым волшебником. Если бронзовый, он весит где-то приблизительно 85 килограмм. Ну, вот такой медведь. Ну, пустой, бронзовый, тоненький, да. Вот, вот представляете, вот это мощь современного скульптора. Как вам? Композитный материал по своим свойствам ничуть не уступает бронзе. Зато стоит дешевле и является более прочным. Готовая скульптура сможет выдержать нагрузку до 200 килограмм. А значит, сфотографироваться с ней в необычной поде сможет любой желающий. Установить Олега Попова планируют непосредственно на плитку. Но под его летящей походкой будет прочная основа. У нее штыри, у нее есть под ног, будут уходить глубоко в бетон. Ну, это под плитку. И будет ощущение, что она идет по плитке. На самом деле, конечно, она по плитке не идет. Она крепится под плиткой. Там специальная фундаментная такая плита будет залита. Куда уйдут вот эти все штыри. Работы скульптора Олега Седова установлены в Венгрии и Польше. Около 80 статуй размером более двух метров обитают на территории Московской области. Встретить их можно и в Рязани. Копии самых запоминающихся автор сохраняет в собственном саду. Однако многие идеи еще не воплотились в жизнь. Я хочу сделать, например, взлетающего на Карле, ну, Черноморье, взлетающего Руслана, например, да. И он там с лошади взлетает, улетает в небо, касается одной точкой, там где-то что-то и ушел, все. И вот в этой конструкции там все, ну, это, и все, чтобы видно было, что вот все, полетели. Сложные инженерные решения, управление вниманием зрителей и динамические позы. Олег Седов на практике знает, что для занятия любимым делом не нужно профильное образование. Ведь сам он окончил железнодорожный техникум. Однако мастер занимается скульптурой 48 лет и каждый день тратит на нее не менее 10 часов. До конца года он закончит работу над цирковой скульптурной композицией, которая будет украшать Лыбецкий бульвар. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С 9 по 13 сентября в Рязани проходит один из старейших международных фестивалей театров кукол «Рязанские смотрины». Он проводится в нашем городе непрерывно, начиная с 89 года, раз в два года каждую вторую субботу сентября. Каждое из мероприятий этого фестиваля несет в себе не только обмен опытом между городами и странами и красоту, но и представляет собой моральную ценность как для участников, так и для зрителей. И новый день, чудесный день, как всегда начинается! Счастье! Счастье-то какое! Луганский академический театр «Кукол» представил рязанцам спектакль «Птицы». Он рассчитан на подростков старше 7 лет. Однако за декорациями детской постановки скрылась серьезная социальная тема. Вырук леса и горы мусора лишили птиц родного дома. Чтобы обрести счастье, главным героям предстояло победить страшный экскаватор и возродить любимые места. В принципе, пробивает тема экологии. Вот экологическая тема. Но для нас она глубже. Тема семьи. Тема утраченных гнезд, домов. Тема уезда и приезда. Для нас эта работа, она не просто экологическая. Она глубокая для нашего зрителя, для луганчан. Я думаю, что в Рязани тоже это могли бы прочувствовать. Впервые кукольники из Луганской народной республики посетили Рязань в 2015 году. Правда, тогда их было всего двое. Сегодня же в гости приехали все трупы и на правах полноценных участников фестиваля «Рязанские смотрины». Плакали и смеялись зрители в течение 55 минут без антракта. «Они живые!» «Отличный спектакль, нам очень понравился». Актеры. Очень было смешной такой. Много было смешных моментов. Актеры Луганской народной республики не скрываются за декорациями. Зрители видят не только множество характеров, созданных с помощью тряпичных кукол, но и людей. Их мимика и движение порой даже ярче и совершенно не отвлекают внимания от основной мысли спектакля. Актерский состав у нас восстанавливается. То есть приходит молодежь, приходят дети не бесталанные, ребята, извините, актеры приходят не бесталанные. И то, что мы работали, работали вот единым коллективом, единым, будем говорить так сказать, кулаком, то в принципе, я думаю, на сегодняшний день мы с задачей своей справились. После того, как занавес опустился, действие продолжилось. В пайе Кугольного театра ученики школы номер 40 подготовили гостям ответный подарок. Театрализированное представление до слез тронуло артистов. Рязанцы подарили друзьям из Луганской народной республики петрушку, неизменный символ театрального мастерства, и приготовили сладкий подарок. От имени, прежде всего, всех учеников, учителей и родителей школы номер 40. Они все дружно готовили вам эти подарки, и мы получаем для актеров театра и детей Луганска 500 пряников. В свою очередь, актеры привезли на Рязанщину легендарный донецкий торт. 3 сентября они открыли новый театральный сезон в родном городе. Свои пожелания друзьям из России написали местные дети. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. За событиями следите на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ